Мы купили два видеомагнитофона, и так начался городской телеканал, на самом деле. Друзья звонили, Вован, поставь порнушку сегодня, да, сейчас не проблема. Я до двух слонов немножко успел поработать в международной компании большой, там как раз набрался опыту. Ну, в общем, ты практически правая рука Руперта Мердека. Боюсь, что он даже не знал о существовании меня. В этой сфере постоянно что-то меняется. Я, честно говоря, этому не рад. Наши макароны не разговариваются. Я ржал, конечно, просто это был какой-то трэш полный. Вот это мне действительно запомнилось. Что-то советуешь или нет? Вот захотел рекламодатель, вот мы ему дадим. На хэ начинается, и там, и кратко кончается, вроде ничего не написано, но понимаем, мы такую рекламу размещать не будем. Частота немецкая, ну как у тебя в студии? Нет, у тебя погрязнее, мне кажется. Спасибо. Мне кажется, наружная реклама так или иначе будет жить, потому что люди выходят из дома и передвигаются по улице. Генеральный директор рекламно-полиграфической, да? Да, просто рекламная группа «Два слона». Реклама преследует нас везде. Мы включаем телевизор и видим рекламные ролики. Выходим на улицу, смотрим на щиты с изображением известных брендов, открываем свой мобильный телефон – там тоже реклама. Ну и, конечно, на улицах нам вручают листовки с рекламными призывами. О том, как функционирует эта сфера бизнеса, умирает либо возрождается, как птица Феникс, об этом мы поговорим с отцом-основателем городского телеканала, а в настоящее время руководителем одной из крупнейших рекламно-полиграфических фирм «Два слона» Владимиром Ганенко. Встречайте. Здравствуйте, мои дорогие. Приветствую, Владимир. Здравствуйте, Сергей. Проходи. Немножко истории давай. Давай. Каким образом так получилось, что ты в этот бизнес пришел? Дело было так. На самом деле, давно, 1993 год. Мы с братом, с Федором, подумали сделать региональное телевидение. И так нам дали денег. «Апостол», брокерская компания тогда называлась, Валик Бармистров, царство небесное, дал нам денег. Мы купили два видеомагнитофона. И так начался городской телеканал, на самом деле. Ну, понятно, что не только их. Там еще какое-то видеооборудование я ездил лично. На самолете в Кишинев летал и там покупал специализированное оборудование. Да, правда, самолет меня обратно не пустили. Мне пришлось поездами выбираться. И так по крупинкам, по каким-то сусекам мы собирали и делали то телевидение, которое сейчас все еще живо. К счастью. И многие хорошие люди, в том числе и вы, и ты, Сергей, вышли из этой кузницы кадров. Скажи, пожалуйста, я потому что видел фотографию черно-белую, такую изначальную, на которой, к сожалению, отсутствует главный редактор Маргарита Николаевна Качалова. Тем не менее, на ней Федор занимает центральное место, то есть он как генеральный директор. Твое было место, какая роль? Я, разумеется, с момента восстановления телевидения, как такового всей этой организации, прошел путь, как говорится, там, с самых низов. То есть сначала я вечерами вставлял кассеты, которые брал в видеопрокате на Красной площади, в видеомагитофоны, сидя на РТПЦ, там, у Шинника, и оттуда начинало вещание городской телеканал. То есть вы показывали фактически видак только по телевизору? Только на полуобласти, да. Друзья звонили, Вован, поставь порношку сегодня искать, и дальше сейчас не проблема. Ну, то есть любой фильм по заказу я исполнял с желанием. А город вымирал, на самом деле, в это время, то есть там в 8 часов или в 9, когда мы начинали вещание, город вымирал. Ну, потому что на диковинку было действительно посмотреть какой-нибудь видеофильм из запрещенки, назовем это так. Их охотно смотрели, рейтинг был великолепен, да, реклама потекла рекой. То есть люди понесли деньги? Да, люди понесли деньги, на нас обратили внимание не только уже люди, но и власти. Ну, потому что это средство массовой информации, благодаря той же Маргарите Николаевне Качалой, которая пришла к нам главным редактором, мы начали делать городские новости. Маргарита Николаевна подтянула Сашу Цветкова, известного оппозиционера, журналиста, политика и так далее, который делал такие новости, от которых нам бывало… Прилетало? Прилетало. Собственно, так появился и муниципальные деньги на городском телеканале. Мне долго не удавалось получить лицензию, словом нет, действительно, я сам ездил в Министерство связи. Все это было затягивалось, было сложно долго. Пока в состав учредителей не вошла мэрия, да, это по совету уже. То есть, понятно, когда вместе с мальчишкой 20 лет приезжает в Министерство зам мэра Волончунаса, тогда это был Ерегин, он был нашим куратором, и ходит со мной по кабинетам. Ясненько, по кабинетам. Да. Простите. А тогда все происходит, на самом деле, побыстрее, получше, ну и так, скажем, с тобой разговаривать немножко по-другому. Это было, правда, волшебное время, тем не менее, оно закончилось. Да, вообще… Спросом ты расстался смеясь или как-то с… Какими другими ощущениями? Сергей расстался и расстался. Это, на самом деле, уже такая достаточно давняя история. Ну, действительно, давняя история. В 2002 году я ушел с городского телеканала, а сейчас, ну, минуло 20 лет, поэтому… Подожди, 20 лет уже двум слонам? Я до двух слонов немножко успел поработать в международной компании большой. Там как раз набрался опыту экспертизы касательно наружной рекламы, да, управления, ну и многим другим интересным вещам. Ньюс Корпорэйшн – это крупнейшая медийная корпорация в мире, занимающая четвертое место по вороту в доллар и выражение. И 20-й век Фокса, много изданий газетных и так далее. Руперт Мердек ее основал. Ну, в общем, ты практически правая рука Руперта Мердека. Боюсь, что он даже не знал о существовании меня, да, но и, тем не менее, опыт работы в такой компании помог мне, да, набраться действительно хорошей экспертизы, хороших знаний и так далее. В двух слонах кто два слона? Я и Дмитрий Кузьмин, наш ажетапный акционер. Вот так, собственно, два слона. Два больших парня. Ну, ты за операционку, за идейную часть ты отвечаешь? Все управленческое хозяйство, вся операционка, да, мое. На Дмитрии лежит работа с властями, административная история. Сейчас у вас, получается, наружная, да, реклама, полиграфия, реклама на транспорте, концерты, я слышал, что вы тоже ими там занимаетесь. Еще какие есть направления? Ярофиша, да, это одно из наших недавних направлений. Мы стали билетным оператором, мы продаем билеты на все мероприятия в городе Ярославль. А также изготовление вывесок в наших компетенциях тоже большое дело, развился за три года, достаточно большое. А тем более, что в этой сфере постоянно что-то меняется? Я, честно говоря, этому не рад. С одной стороны, новые заказы, но с другой стороны, это новые барьеры, новые правила, новые формы согласования. Это нервы клиентов, которые... Это безусловно. Не только нервы клиентов, это деньги клиентов. Действительно очень болезненно к этому относятся, когда они что-то сделали, все было хорошо, красиво. Ну, конечно, ты повесил вывеску, а через год сказали, что... Ну, надо отдать должное, что все-таки мэрия хотя бы в центральной части навела действительно порядок, а нет захламления по улице Кирова, там, не знаю, депутатской вывески все... Почти все вывески соответствуют тем нормативам, которые прописаны, все красиво, нормально. Ну, здесь я в этой части с правилами размещения информационных вывесок в магазинах, я согласен. Мне, знаешь, очень интересно твоя позиция и твое отношение к самой рекламе. Есть ли те моменты, вот когда там, начиная от видеороликов, да, и наружных каких-то вот этих проявлений рекламы, и на сегодняшний момент, за которые стыдно? Не знаю, мне, наверное, за свою работу никогда не было стыдно, иначе, ну, вот зачем я так долго этим занимаюсь, мне можно оглядываться и смотреть, да, это было смешно, было как-то нелепо, может быть, не всегда... Ну, есть что вспомнить такое? ...профессионально. В далеких 90-х, да, мы снимали рекламу Атрусу, а всем известная до сих пор живущая компания ростовская, да, они начинали с того, что производили макароны, вот, и мы снимали прямо на производстве, девушка на фоне какой-то конвейерной линии, где там что-то вот такая-то мука, какие-то макароны, она кортовым голосом в каком-то грязном рабочем халате говорила, что наши макароны не разговариваются, я ржал, конечно, просто это был какой-то трэш полный, я ходил по магазинам, специально ходил по магазинам, и нигде на прилавках я не видел макарон. Я звоню рекламодателю, говорю, ребят, вы рекламируете, как у вас? С продажами. Они говорят, в лед все уходят, вагонами грузим, вот это мне действительно запомнилось, макароны, которые не разговариваются. Это, получается, фишка уже рекламная. Более 30 лет это уже в голове сидит, ну, наверное, да, это такая история, которая работала. Реклама продавалась, значит, достигла своей цели. Сейчас что-то советуешь или нет? Вот захотел рекламодатель, вот мы ему дадим. Разумеется. Мы иногда просто практически хочется отказывать, а отказываем в рекламе. Можем, наверное, отказать, когда там что-то изображено, порочащая честь людей, или нам кажется, что это может порочащая честь людей, или просто вызывающие это смотрят, потому что приходят там, нахэ начинается и там, и кратко кончается, вроде ничего не написано, но понимаем, мы такую рекламу размещать не будем, несмотря на то, какую бы они там благую цель, может быть, и несли. Не можем себе отказывать просто чисто по коммерческим расображениям, когда приходят рекламодатели, приходят, приносят свой макет, и там, мы это называем газетными бюрельями, когда на плакат 6 на 3 пытаются запихнуть прайс-лист на четырех страницах. Да, из тысячи позиций. Ну, слушай, мы говорим, у нас же все есть, мы же это все продаем, вот, ну и так далее. Это самое наиболее, наверное, частое заблуждение или противоречие, с которым мы работаем с рекламодателем. Ну, какая должна быть, вот, на твой взгляд, наружная реклама? Яркая, лаконичная, креативная, понятная, чтобы считывалось меньше, чем за секунду, потому что мы, действительно, много исследований при помощи специальных оборудований, мониторинга зрачка глаз, одеваемых на автомобилистов, много исследований, менее секунды, а то и менее половины секунды, большая часть автомобилистов, проезжая на скорости 40-50 км в час по городу, уделяет времени рекламе. Ну, соответственно, то есть тебе норм в этой отрасли уже столько времени? Мне норм, мне хорошо практически раз в год, не знаю. Постоянно меняется подход к рекламе, постоянно меняется наша жизнь, на самом деле, да, мы потребляем по-новому, мы потребляем информацию по-новому в первую очередь, да, и, соответственно, за потреблением вот этой информации меняется подход к рекламе, подход к продажам меняется, в принципе, да. Думал ли ты, там, семь лет назад, что ты будешь сидеть в смартфоне и покупать все на свете? Ну, вообще не думал, конечно. Ну, вот, а сейчас, ну, ты понимаешь, что, да, и это вроде как нравится рекламодатель, прямой контакт с тем, с кем нужно, да, нашел его в смартфоне, в интернете, да, дал ему то, что он там когда-то засматривал, он все это купил, все, всем счастье и так далее. Весь бизнес в том, что можно потрогать, а интернет потрогать нельзя. То есть он, значит, как бы уже на излете, вот, или как? Ну, прям риторический вопрос. Что касается телека, я лет пять, наверное, сказал еще, мне кажется, что телек скоро не будет в телек как телек, оно сольется с интернетом, да, и мы не можем... Что такое телек, да, это телевизор все-таки или устройство, через которое мы потребляем контент? Также в любом смартфоне по запросу тот же контент с того же, от того же производителя, от того же первого канала, ты сможешь посмотреть этот контент в любом удобном для тебя устройстве, формате и так далее. То есть хотя сейчас они пытаются делать что-то, какой-то симбиоз, мучаются с этим, все телеканалы ищут как раз вот эту золотую середину, как доставить и сделать тот контент, который можно продать не только за счет рекламодателя, но все-таки, чтобы я заплатил без просмотра рекламы этот контент. Что касается полиграфеек, ну это, наверное, не совсем реклама в чистом виде, это не листовки, которые раздаются на улице, это средства коммуникации в той или иной жизненной ситуации, в бизнесовой ситуации. Меню, прайс-листы, каталоги, которые вы раздают на выставке, все еще их все-таки бумажным виде раздают, и это очень много таких историй, да. А фотоальбомы, фотокниги, какая-то вот за твоей спиной наши замечательные обои. Переквалифицировали производство на товары, так скажем, широкого спроса, не специализированной рекламы. То есть, когда я начинал, там, не знаю, в 2010 году мы или 2009 купил первый станок, мы печатали исключительно плакаты для размещения их на улице. Ну вот, а сейчас уличная составляющая, это 10%, все остальное мы печатаем внутрянку, обои. То есть вы перешли, получается, вообще в интерьер, да? В интерьер, да, в интерьер. Мы в 2019 году, в 2013, не помню в каком, ездили с коллегами в Германию, ну, с заместителями я собрал, мы поехали в Германию, устроились экскурсии по местным рекламным агентствам. И я понимал, к чему мы придем через сколько-то лет. Вот тогда мы это все видели, там сидели ребята, там город 30 тысяч, это как наш Тутаев, наверное, да? А там огромное производство, они там печатают, там чистота немецкая, ну, как у тебя в студии? Нет, у тебя погрязнение, мне кажется. Спасибо. Шучу, конечно. Стоят огромные станки, все это печатается, ходит человек, опрятно одетый, но не в белой рубашке, ну, вот, не в замазанном комбинезоне, да, назовем это так. И печатает, и я говорю, а как вы это? Он говорит, а мы развозим все это потом по всей Германии на следующее утро. В 2013 году для меня в Рыбинск было невозможно доставить на следующее утро продукцию, да, не говоря уже там из этого маленького Тутаева немецкого, да, по всей территории Германии, ну, вот мы обслуживаем, допустим, какой-то ритейл, и мы вот с утра в Евы. То есть так выстроена логистика? Логистика отличная, да, все это вот тогда печаталось, мы понимали, к чему мы придем, на это ориентировались, и действительно, вот уже там, начиная там с 2019-2020 года мы к этому подходим. Даже продажи оборудования начинают сейчас в России подходить к тому, что мы слышали там в 2012 году в Германии, когда мы спрашивали, а кто вам ремонтирует, где у вас инженер, кто ремонтирует ваши станки? Они не понимали, чего я не спрашиваю, говорит, да кто продал, кто это ремонтирует. Я говорю, зачем ему это нужно? Он говорит, а потому что спустя два года я отдам, закончив лизинг, выплачивать, отдам ему этот станок, он мне поставит новый, и лизинг... Ну, оперативный лизинг. И лизинг продолжится у меня с ним, я говорю, а дорого ли? Он говорит, да, сейчас подорожал полтора процента. Мы, конечно, к полутора процента не пришли, но теперь все-таки продавцы оборудования действительно следят за своим оборудованием, действительно у нас есть копийные контракты на наши дорогие машины, у меня все включено, ремонт включен, все там обслуживание включено, все расходники включены. Круто. И по истечению там какого-то запаса, так скажем, производственного этой машины, мы с удовольствием с ними разговариваем, и они могут забрать эту машину и поставить мне новую. Процветает и развивается бизнес, но можно все-таки его уже называть не рекламным, да, больше, а больше полиграфическим? Мне кажется, наружная реклама так или иначе будет жить, потому что люди выходят из дома и передвигаются по улице. Контакт с наружной рекламой неизбежно, если только мы все не оденем шлемы виртуальной реальности, сядем в самоуправляемую Теслу и на улицу смотреть совсем не будем, тогда, наверное, наружная реклама умрет. Ну и в эту Теслу кто-нибудь засунет листочек. Или приклеит тебе на шлем виртуальной реальности. Шиномонтаж или монтаж крыльев на Теслу со скидкой 30%. Замена аккумуляторов. Владимир Ганенко был у нас в студии, генеральный директор рекламно-полиграфической, да? Да, просто рекламная группа «Два слона». Разговаривали мы про рекламу, про историю российского, ярославского телевидения. Да, и роль сейчас в наше время сложная и тяжелая всех этих направлений бизнеса. Спасибо. Спасибо, Сергей, тебе. Пойдем работать дальше.